С первых минут ты играл и, наверное, первой главной задачей было выдержать стартовый натиск, зная, что Северная Ирландия с первых минут начинает очень жестко. Мы с этим справились. Как ты считаешь, как ты видел именно первый тайм? Да, план был такой, чтобы первый тайм главное было не пропустить, потому что знали, что Северная Ирландия делает весь упор на первый тайм, прессингует, дает все силы. Если посмотреть на два матча, которые были до этого дома у Северной Ирландии, и к 30-й минуте они уже вели 2-0 и 3-0. То есть мы это понимали, надо было выдержать натиск, с этим справились, и на второй тайм планировали добавить, ну отдали все, что было, но, к сожалению, еще этого не хватило. После пропущенного пенальти, как показалось, наверное, давление с нас большое спало, стали чуть более раскрепощенно играть, или это все-таки оппонент давал нам больше пространства для начала атак? Ну, я думаю, что понимали, что уже терять нечего, и надо идти в атаку уже всеми силами, может, где-то в какой-то степени авантюрно условно, и поэтому, наверное, с этим связано, что, да, больше стало получаться в атаке. А что именно говорил Карлос в перерыве? Потому что второй там он немного отличается от первого, в том числе, наверное, из-за счета. Сказал продолжать терпеть, что понятно, что это очень тяжелая игра, и во втором тайме добавить.